В Сургуте проходит образовательный палеотивный медицинский форум. Более 70 специалистов обсуждают, как можно усовершенствовать систему оказания помощи больным. В России сегодня 26 тысяч палеотивных детей, в Уральском федеральном округе больше трех тысяч. Специалисты решают и вопрос лекарственного обеспечения несовершеннолетних страдающих эпилепсией. Они предлагают рекомендовать родителям самостоятельно использовать трансмукозальные препараты, которые относятся к противосудорожной группе. В Москве такая практика успешно применяется уже второй год, и теперь врачи передают опыт в регионы. Это очень удобная форма доставки лекарственных препаратов именно родителями, когда им не нужно иметь серьезных каких-то медицинских знаний. Им нужно буквально 10-5-минутный инструктаж, и этого будет достаточно для того, чтобы они смогли оказать помощь своему ребенку. Родители будут уверены в том, что они реально могут помочь своему ребенку в любых абсолютно условиях, где бы они ни находились – дома, в магазине, на детской площадке.